По вашему приказу я изучил ситуацию, повелитель. Слухи подтвердились. Король Карл намерен оставить престол Фердинанду и уйти в монастырь. Его сын получит Испанию, Фландрию, Неаполь, Сицилию, Милан. А Фердинанду достанутся не только княжества Австрии, Богемии, но также и Германии. Сколько лет он правит? Вот уже сорок лет, повелитель. Он взошел на испанский престол на четыре года раньше вас. Хорошо, можешь идти. Повелитель. Вы огорчены. Даже когда вы улыбаетесь, сердце ваше тоскует. Время летит очень быстро. Эпохи сменяют друг друга. Ценен каждый наш вздох. Каждый миг записан в книге жизни. Так предопределено Творцом. Повелитель. Исцеление ваше, Хюрем Султан. Отдаляйся от госпожи, вы страдаете. Эта разлука причиняет вам боль. Не пришло ли время прекратить эти страдания? Вы действительно отослали прялку королю Карлу? Должно быть, вы и причину знаете. Он долго прятался от вас. Он вел себя, как женщина. Интересно, что он тогда сказал на это? Об этой истории будут рассказывать не годы, а столетия. Я хочу, чтобы вы знали, сеньора. Я высоко ценю силу женщин. Я был свидетелем того, как смелость и силы некоторых женщин превосходили мужскую. Хюрем Султан именно такая? Я восхищаюсь ее силой и волей. Все женщины мира согласны со мной. Вот как? Она ведь до сих пор очень красива. К тому же она очень умна. Все это достойно уважения. Такому императору, как вы, под стать именно такая женщина. Я предоставил особняк в ваше распоряжение. Если что-то нужно, только скажите. Все будет исполнено. Как здоровье, Михримах? Лучше, повелитель. Она просила выразить вам свое почтение. Она навестит вас в ближайшее время. Хорошо. Грация Мендес, как я слышал, приехала в Стамбул. И вы оказываете ей большую честь. Ей выделен особняк в Галате и дано разрешение на ведение торговых дел в столице. Я хотел бы лично оказывать услуги особе, которая так важна для вас. Соколу делает все необходимое, Рустам. У Грации Мендес есть опыт ведения торговли. Я действительно оказываю ей внимание. Мы сможем воспользоваться ее богатым опытом. Это пойдет на пользу казне. Вам виднее, повелитель. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНОМ ЯЗЫКЕ 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 Как поживает сеньора Мендес? Сеньора разместилась в своем особняке. Она благодарит вас. Она не стала терять время и приступила к торговле. Корабли скоро уже прибудут. Хорошо. Повелитель. Мехримах. Мой месяц, мое солнце. Хюмашах. Мишах. Моя радость. Отец, мы очень соскучились. Я счастлив видеть улыбку на твоем лице, Мехримах. Надеюсь, ты уже поправилась. Иногда язвы снова появляются. Но сейчас лекарь Мехмеда Паши и Педро очень заботятся обо мне. И я иду на поправку. Хорошо. Повелитель. Если вы позволите, я бы хотел отдать сеньора Педро госпоже. В этом случае он станет личным лекарем нашей госпожи. Я согласен. Да. Мехмед Паша. Ты знаешь, что происходит в империи? Простите, Повелитель. Я не понимаю, о чем вы говорите. Сеньора Мендес без разрешения привозит на мои земли своих единоверцев. На кораблях вместо товара она перевозит людей. Я ничего не знаю, Повелитель. Сеньора Мендес без разрешения привозит на мои земли своих единоверцев. Сеньора Мендес, скажите что-нибудь. Султан Сулейман Хан Хазридли. Прошу вас, позвольте мне все объяснить. Говорите, сеньора, для этого я вас и позвал. Надеюсь, у вас есть разумное объяснение. Повелитель, я взываю к вашей милости. От этого зависит жизнь людей. Жизнь женщин, мужчин и невинных детей. Все знают, что ваши предки никогда не отказывались оказать помощь евреям. Я пошла на это, будучи уверенной, что и вы будете следовать по этому пути. Я полагаюсь на щедрое сердце Великого Повелителя. Ваши люди просили убежище в Анконе. Я заявил, что все они находятся под моим покровительством и предупредил папу, чтобы он освободил их и вернул им все имущество. Моих единоверцев преследуют не потому, что они евреи. Их преследуют лишь за то, что они вновь обращенные христиане. Их сослали на Мальту, на Галеры. И многие из них там были сожжены. В христианском мире нас ждет смерть. Мы можем чувствовать себя в безопасности только на вашей земле. Я узнала обо всем, когда они были в пути. Я очень боялась, что их отправят обратно. В этом случае они бы погибли. Почему папа так поступает? Неужели он совсем меня не боится? Вы должны были сразу все мне рассказать, сеньора. Учитывая, как я был добр к вам. Прошу прощения, повелитель. Прошу простить меня. Я готова принять любое ваше решение. Я уеду с ними, если вы так пожелаете. Моих людей ждет неминуемая смерть. Но я буду с ними до конца. Повелитель, вы уверены, что сеньору Мендес можно оставить? Ее поступок вызывает тревогу. Сеньора Мендес совершила ошибку. Но мы не отошлем обратно приехавших евреев. Напротив. Мы переговорим с папой и сделаем все, чтобы облегчить судьбу евреев, притесняемых в Венеции. Я очень надеюсь, что он пойдет нам навстречу. На землях, которыми я управляю, евреи будут свободны исповедовать свою религию и говорить на своем языке. Простите мою дерзость, повелитель. Но в дальнейшем это приведет к ужасным последствиям. Приехавшие евреи нарушат стабильность. Спокойствие империи окажется под угрозой. Что скажешь об этих цветах? Буйство красок поражает, повелитель. Можешь унести. А сейчас? Так хуже, повелитель. Всевышний любит разнообразие, Рустам. Иначе бы он создал лишь один вид цветов. Один вид птиц. Одинаковых людей. Однако взгляни. Все мы очень разные. Этот стол был красив, потому что на нем были самые разные цветы. На землях, которыми я управляю, все, независимо от языка и вероисповедания, христиане, мусульмане и, разумеется, иудеи, должны жить вместе счастливо и мирно, как эти цветы. Мир разнообразен. Это великий дар небес. Мир разнообразен. СИГНАЛИЗАЦИИ 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 Госпожа моя. Семья, почему ты плачешь? 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 Утихли распри. Семья, почему ты плачешь? 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 Плачешь плачешь? Семья, почему ты 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 плачешь? Я так долго плачешь? Семья, почему ты плачешь? Мы будем плачешь? Семья, почему ты плачешь? Но средство плачешь? Плачешь плачешь? Плачешь? Плачешь 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 плачешь? Плачешь плачешь? Плачешь 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 плачешь плачешь? Все, достаточно. Повелитель, с вашего позволения, мы прежде хотели бы обсудить состояние госпожи между собой. А после этого я доложу вам положение дел. Хорошо, можете идти. Если бы твоя болезнь имела воплощение, из плоти и крови вышла бы со мной на бой, я поразил бы ее своим мечом. Я очень счастлив. Для меня важно, что ты со мной. Никакая болезнь ничего со мной не сделает, если ты рядом. Госпожа, ты моя душа, ты моя душа. Все будет хорошо. Поскольку Падро вылечил Мехримах, он, похоже, грамотный лекарю. Пусть Хиром Султан тоже осмотрит. Я бы его не рекомендовал, Повелитель. Он больше говорит, чем делает. Мехримах Султан независимо от него исцелилась. Лекари объяснили, что ее заболевание вызвано обычной сменой сезона, а он искусный шарлатан. Мехримах, напротив, доверяет ему. Вызови его. Пусть обследует госпожу и выскажет свое мнение. Это сейчас невозможно, Повелитель. Мехримах Султан освободила лекаря. Он покинул мой дворец и отправляется на родину. Она дала ему свободу. Мехримах Султан проявила свою благодарность. Мехримах Султан Мехримах Султан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Субтитры создавал DimaTorzok Думаешь, это поможет? Иншалла, повелитель, иншалла! Можете идти. Можете идти. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Да мне от лекарств плохо. Из-за них слабость. Не волнуйся за меня. Сулейман, умоляю. Ты сам видишь, что от лекарств пользы нет. Скажи лекарям оставить меня в покое. Не говори мне, что ты потеряла надежду. Все в пустую. Сами лекари не верят в успех. На всю волю Аллаха. Вместо того, чтобы понапрасну расходовать силы и терять время, я хочу наслаждаться счастьем в твоих объятиях. Нам надо продолжать лечение. Тебе известно, что я не привык отступать Хирам. И ты не должна сдаваться. Ты обязана бороться. Мы будем возносить молитвы Всевышнему, и Он проявит к нам свое милосердие. Ты должна верить и быть твердой. Что ж, пусть так и будет. Раз ты этого хочешь. Будете сидеть сложа руки? Неужели ничего нельзя сделать? Простите, но мне приходится сказать правду, повелитель. Вам уже известно, что у госпожи образовался новый нарыв. К сожалению, это признак того, что лечение не принесло результатов. Ты говорил, что горячие источники в бурсе помогут. Будем надеяться, что помогут. Однако я... Субтитры создавал DimaTorzok Гнев — это путь в никуда, повелитель. Он не победит, ни дуг. Я в отчаянии, Ферхад. Болезнь — это самый сильный и злобный враг, которого я когда-либо встречал. Все попытки лекаря спасти госпожу были бесполезны. Я чувствую беспомощность. Положитесь на Аллаха, повелитель. Он решает нашу судьбу. И мы должны принять его волю. Успокоение находят в молитвах. Не теряя надежды, будем молиться. К тому же, повелитель, госпожа больше всего нуждается сейчас в вас. Именно вы для нее главное утешение. Вы и ваша любовь. Я попросил Гильфэм начать сборы. Вскоре мы отправимся в путь. Куда мы поедем? В Бурсу. В Бурсу зачем? На источники. Лекари говорят, они принесут пользу. Да и погода пока хорошая. А не оживит ли это место старую боль, Сулейман? Если ты сомневаешься, мы не поедем. Повелитель, приехала Михримах Султан Хазритляри. Сулейман. Пусть войдет. Повелитель. Пусть войдет. Михримах. Матушка, мне сказали, что вам не здоровится. О, Аллах. Рустам Паша тебя напугал? Сюмбюль заходил. Вы его выгнали, и он очень переживает. Что случилось? Почему вы мне не сообщили? Михримах, прошу, успокойся. Как видишь, твоя мама здорова и полна сил. Ну, конечно. Разве ты не знаешь Сюмбюля? Никто так не преувеличивает, как он. Слава Аллаху. Пока я вас не увидела, я не находила себе места. Но все же, что с вами? Ничего страшного. Просто у меня несколько нарывов. Однако это мелочь. Правда. В Борсо решили ехать на горячие источники. Иншаллах, это мне поможет. О, моя смеющаяся госпожа. Моя любовь. О твоей красоте по миру идет молва. Что за красота? Что за облик? Что за роза? Твои волосы впитали аромат благовония и волшебно благоухают. Что за сияние я вижу? Что за локоны? Что за волосы? В моих мыслях лишь запах твоих волос. Что за чудное благоухание? Что за аромат? Что за радость? Застилает глаза мои волны и слез. Что за река? Что за море? Что за воды? У хиби лишился разума от любви. О, моя любовь. О, моя грусть. О, мои слезы. Сулейма, от былой красоты даже следа не осталось. А улыбка от всех страданий и боли за детей померкла навсегда. Мой облик печальное напоминание о жизни и прошедших годах. Ты мое пьянящее вино любви Хера. Каждая черточка твоего лица словно целебный глоток этого вина для моего сердца. Ты с каждым днем становишься для меня все дороже. До сих пор я вижу в тебе ту строптивую наложницу, у которой глаза горят огнем, а сердце полно жажды жизни. Я благодарю Всевышнего, что Он послал мне тебя. Сулейма, моя любовь, нежный мой падежал, великий властелин моей души, господин моего сердца. Ах, если бы было возможно последнее пристанище обрести в твоем сердце, я осталась бы жить в Рейском саду с тобой и никогда не расставалась. Не смей говорить о смерти. Бурса Ты не теряя времени начнешь лечение, Хюрэм. Растэм Паша подготовил источник, и целительная вода тебя исцелит. Главный лекарь рекомендует принимать процедуру. Сулейма, болезнь отступит, если я буду с тобой. Меня ты один исцелишь. Повелитель. Говори, Ферхад. Али Мэк Адын уже ждет, Хюрэм Султан. Источник готов. Хорошо, можешь идти. Я не хочу расставаться с тобой даже на миг. Пора. Надо идти на воды. Сомневаюсь, что Бурса мне здоровье вернет. Но ты здесь успокоишься, Сулейман. Бурса Али Мэк Адын Я сделала все, что могу. Я помогла для гробницы моего покойного сына. Я долго этого дня ждала. Сегодня забит последний гвоздь. И приехал ты. Что ты здесь делаешь, Сулейман? Неужели тебя беспокоит, что мой сын лежит в этой гробнице? Особого повода приезжать сюда у меня не было. Тебя привела сюда смерть. Совесть, которую ты похоронил. Не надейся, что это когда-то забудется. людям не понять, как мог отец лишить жизни сына. И ради чего хотел сохранить свою власть. А что это такое, скажи? Богатство? Земли? Или же это желание управлять судьбами? Скажи мне, Сулейман. Ты уверен, что стоило убить своего ребенка ради того, что в жизни смысла не имеет? Наше солнце закатилось. Во мрак погрузилось наше будущее. Это ты сделал. Ты. Смотри, Сулейман. Здесь. Именно здесь. В гробнице. Надежда и будущее Османов захоронено. Там лежит твой сын, которого ты безжалостно убил. В холодной гробнице твой первенец покоится. Молись, Сулейман. Проси у Всевышнего прощения. Надейся, что Аллах простит тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Повелитель. Горло мое сжигает огонь, что воспламенился от твоего огня. Я не могу рассказать, как сжет меня этот огонь, потому что язык мой запечатан сотнями печатей. Во мне столько скрыто огня, столько пламени. Этот огонь мог уничтожить весь мир в одно мгновение. И нет печали, даже если сгинет весь мир. Во мне сотни тайных миров Пусть текут из глаз моих слезы без конца и края. Какой толк отныне скрываться и прятаться? Я пью собственную боль и вкушаю печаль и горе. Моя разнообразная пища готовится на кухне моей души. О, судьба! Пусть твое колесо сломается, разобьется в дребезги, потому что ты в огне сожгла меня всего. Груз моего страдания не вынесут даже все колеса судьбы. Не приходила еще в мир печаль, подобная моей. О, мухи би! До самой смерти нет исцеления твоей рани. Ты можешь пролить хоть море слез. Тебе лучше. Лишь когда ты рядом, мне становится лучше. Не волнуйся за меня. Я удивительный сон видела. Надеюсь, это к добру. Сулейм, я уже столько дней сижу в этой комнате. Хочется по саду пройтись и вдохнуть свежий воздух. Ненадолго. Выйдем немного погуляем. Пойдем, если ты хочешь. Жизнь прекрасна. Кто-то птица, кто-то цветок. Какая разница? Мне выпало быть Хюрен и найти свою любовь. Спасибо Всевышнему. Время течет так быстро, словно песок сквозь пальцы. Смерть уже напевает мне свою песню. Сообщи нашим детям, Сулейман. В твоих объятиях и среди близких я спокойно ее встречу. Отвези меня домой, Сулейман. Я готова. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты сегодня дома не ночевал? Я работал допоздна с казначеями, обнаружились неувязки с поступлениями золота из Египта, но я решил остаться во дворце. Матушка, видно, уже выздоровела. Я думала, родители задержатся в бурсе. Быстро вернулись. Нашала, Михримах. Нашала. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда-то увидев этот город впервые с корабля, я сказала, вот он, османский ад. Но оказалось, что и город этот, и дворец мой дом, что это рай, неиспосланный мне на земле. Ты мой земной рай, Сулейма. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дорогу! Султан Сулейман хан Хазритляри! Повелитель, с приездом! Михримах, луна ликая моя, мое солнце. Здравствуй. Как вы себя чувствуете? Ничего. Тебя увидела. Стало лучше, Михримах. Госпожа устала. Ей надо отдохнуть с дороги. Потом поговорить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Повелитель, я вижу, что-то случилось. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Неужели, матушка? Твоей матушке теперь уже никто. Кроме Аллаха помочь невластен. Будем же уповать на его милость. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что вы такое говорите, отец? Обязательно должен быть выход. Вы ведь найдете способ ее вылечить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Это неизбежно, к сожалению, но твоя матушка так настрадалась. Я хочу, чтобы она обрела наконец покой и счастье. И мы должны сделать все для этого. И в первую очередь ты. Ты меня поняла, доченька? Мехримах моя, мое лучезарное солнце, ты обязана быть сильной ради своей матушки. Это письмо я подготовил для Шахзада Селима, повелитель. А вот это Шахзада Байзету. Отправляй, Ферхад. Гонцам скажи, чтобы они взяли самых быстрых коней из моей конюшни. Пусть скачут без остановок. Я хочу, чтобы Шахзада приехали как можно скорее. Один Аллах ведает, сколько нам осталось. Почему человек забывает о смерти? Ведь она всегда с ним, всегда рядом. Как бы мы жили иначе? Как могли бы жить дальше, повелитель? Мне кажется, сейчас, повелитель, для вас самое лучшее заняться делами. Это вам поможет немного отвлечься. Мехмеда Пашу и Рустама Пашу срочно вызови ко мне. Как прикажете. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Повелитель. Скоро об этом узнают все. Вы, возможно, уже слышали. Фюрем Султан тяжело больна. Но она не хочет, чтобы к ней относились как к больной. Я тоже не желаю больше говорить об этом. Рустам Паша, как там дела с аудеями из Италии? Продвигаются? Да, мы занимаемся с сеньорой Мендес этим вопросом. Есть, правда, некоторые сложности, но они и легко преодолимы. Все идет так, как вы повелели. Мехмед ваша, у Зодчего Синанаги еще много работы. Строительство моего комплекса длится уже семь лет. А конца и не видно. Повелитель, вы же знаете, Синанага очень скрупулезен. Он месяцами работает над каждым уголком мечети. Поэтому строительство и длится долго. Ты все-таки выясни, когда он завершит его. Идите. Как прикажете, повелитель. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Госпожа, Повелитель ожидает вас на балконе. Хюре. О, Аллах, так же смотришь. Ты на меня когда-то смотрел так. Знай, моя любовь к тебе становится все крепче, Хюре. Она как драгоценный камень, извлеченный из недр и засиявший на солнце. Отныне все мои дни и ночи пусть проходят так. Я хочу, чтобы ты спала в моих покоях, рядом со мной. Мне достаточно слышать твое дыхание. Я ни на миг не хочу расставаться с тобой. Мне страшно, Хюррэн. Впервые страшно. И я не огражден от страха безысходности. У меня тоже страхи были. Я страшно боялась седых волос. И еще морщинок гадких вокруг глаз. Что раз любишь, меня боялась. Я тебе опостылю. А видишь, вот все оказалось пустое. Суллима, мы вместе сейчас. Это мгновение вечно. Давай с тобой вспомним наши самые счастливые дни. Конечно, это тот первый день. Тот прекрасный и уже вечный миг. Когда мы только увидели друг друга. Когда только узнали. Я знал тебя еще до сотворения мира, Хюррэн. Еще тогда я полюбил тебя и взял в жены. А придя в этот мир, мы снова соединились. Расскажи мне, как все было, как мы соединились. Когда на земле еще ничего не было, да и самой земли еще не было, Аллах, сотворивший все миры, создал наши души. И вот однажды он собрал все-все души и спросил их так. Не я ли сотворивший вас, Всевышний? А души ответили на этот вопрос. Истинно так, ты наш Всевышний, великий и единственный Создатель наш. После этого Всевышний велел им отправляться на эту землю. А все души поклялись, что никогда не отрекутся от слов своих, когда придут сюда. И вот, с тех пор те души, которые на небесах соседствовали, те, что дружили, что враждовали, все влюбленные души, придя на землю, ищут друг друга. Некоторые находят, а некоторые продолжают искать до конца своих дней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он сказал мне, для создания творения, которое достойно нашего повелителя, требуется время. Где он сейчас? Он не знает о вашем визите, повелитель. Я немедленно сообщу ему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повелитель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Синанага, что такое? Теперь понятно, почему строительство тянется так долго? Простите за дерзость, но вы несправедливый к рабу своему Синану, государь. Моя цель – создать величественное творение. Я работаю усердно день и ночь. Кому мне верить? Тебе или своим глазам? Да еще в священном месте уселся и шумишь! Нечестивец! Повелитель, я объясню все, если разрешите. С помощью этого я хочу определить, как отражается лучше всего звук внутри храма. Ну, звуковые волны. И тогда каждый правоверный услышит имама, даже если находится в дальнем углу храма. И даже тихая молитва вознесется под купол небес. Звук будет распространяться равномерно по всей мечети, во все стороны, поскольку я разместил 256 пустых сосудов под главным куполом храма Повелитель, а стенки их смазал желтком. Сейчас я думаю о том, чтобы поместить наверху резервуар. Копоть от горящих свечей будет там собираться, и ни один узор, ни одна роспись не пострадает. А из копоти этой можно сделать замечательные чернила. А между лампадами я положил страусиные яйца, для защиты от насекомых. Я наслышан о твоей скрупулезности. Но так продолжаться не может. Сколько еще надо тебе? Полгода? Год? Хорошо. Раз так, милостью Аллаха, я скоро закончу. Я не хочу расстраивать вас и гневить, мой Повелитель. А если не закончишь, я тебя не только разжалую, я тебе больше гвоздя вбить не позволю, понял? Ужасно соскучилась по нему. Приятного аппетита, госпожа. Но много все-таки его нельзя. Еще навредит, не дай лах. Дорогу! Султан Сулейман Ханхазритляри! Убери! Повелитель. Очень рада. Что с тобой? Случилось что? Нет, мы просто с симбиолем беседовали. Субтитры подогнал «Симон» Я был на строительстве комплекса. Сина нога весьма искусен. Я прямо поразился, как он все там продумал. Но я велел ему поторопиться, иначе строительство затянется еще на долгие годы. Обещал закончить мечеть в ближайшее время, иншаллах. Иншаллах. Будем молиться. Иншаллах. Что это за голоса? Пойду выясню сейчас, повелитель. Пожалуйста, пропустите нас. Мы пришли увидеть госпожу. У нас нет дурных намерений. Мы хотим пожелать ей здоровья. Ах, мне подобного еще не доводилось видеть. Госпожа, госпожа, вы должны взглянуть. Почти не убиться. Печень не убиться. Вы будете наше время для нас делать. Мы стрем 발생. П ferrying сам стремится. И вы можете пожелать, walleye на� Opportunity Live. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Что у тебя с лицом? Ничего, матушка. Оцарапался на тренировке. Ерунда. Мои внуки приехали тоже. Я ведь так давно не видела их всех. Конечно, матушка. И Шахзаде Мурат тоже. Все здесь, матушка. Мои дети постоянно спрашивают о вас, матушка. Да, у нас Шахзаде ведь еще один родился. Верно. Я в честь брата его назвал, Мехмед. Дарует ему всемогущий Аллах долгую жизнь. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повелитель! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подобно тому, как эта мечеть носит мое имя, она также является творением твоих рук. Ты вложил в эту мечеть свой труд, свое время и душу. Это твое право. Это большая честь, Повелитель. Однако, если вы мне позволите, я бы предложил передать ключи Хатату Карахисары, моему помощнику. В процессе работы над украшением мечети Сулейманье он потерял зрение и остался слепым. Если будет на то ваше позволение, то эту честь я передам ему. Я согласен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА